МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Цифровые технологии в сельском хозяйстве. На поля региона вышел суперкомбайн. За уборкой зерновых техникой премиум-класса наблюдала Анастасия Кучинская. Проходные баллы, конкурс и вакантные места. Вступительная кампания близится к финалу. Ее первые итоги с представителями вузов нашего региона обсудила Марина Джалы. Лето в самом разгаре, а на торговых площадках уже выставили палатки с тетрадками и рюкзаками. Школьные ярмарки начали свою работу. Анна Корольчук узнала, в какую сумму обойдется собрать ученика. Хочешь получить максимум, требуй невозможного. О принципах работы своей команды Светлане Князевой рассказал обладатель премии «Человек года» в номинации «Лидер» директор Мозырского ДСК Александр Соболев. Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие 26 минут. На этой неделе на поля региона вышел комбайн с приставкой «Супер». Умная сельскохозяйственная машина – продукт разработки и производства «Гомсельмаша». Комбайн только в июне сошел с конвейера, а уже сегодня слава о нем разлетелась далеко за пределы нашей страны. Сейчас техника премиум-класса проходит испытания на полях Туровщины. Сельскохозяйственная машина позволяет копировать контур поля для автоматического налаживания жадки, а видеообзор помогает четко контролировать выгрузку зерна. В «Суперкомбайне» есть и все необходимые механизатору опции. Они даже в чем-то могут его заменить. Машина оснащена спутниковой системой. В той же кабине созданы условия, ну скажем, самые комфортабельные. Уровень шума не превышает 76 дБ. Стоит холодильная камера, которая позволяет продукты питания иметь охлажденные и одновременно можно разогреть их. Сенсорный экран, который позволяет быстро настроить. Режимы, система запоминания настроек. То есть, то, что сегодня предлагают все лучшие мировые фирмы, это «Джундир», «Ньюхолланд», «Класс», «Ахко», «Гонсельмаш» тоже на этом комбайне воплотил. «Суперкомбайн» для испытаний привезли на поле от Уровщины. Здесь урожайность зерновых – одна из самых высоких в регионе – 65-70 центнеров с гектара. Колосок-колоску. Однако в самый жаркий период жатвы в регионе начались дожди. На полях отмечается высокая влажность. Для суперагрегата это не проблема. Установленная система соломосепаратора позволяет работать на повышенных скоростях до 8 км в час, что в два раза превышает стандартные показатели. Пропускная способность комбайна – 25-30 тонн в час. Все это помогает вести уборку даже в самых сложных условиях. Видите, вон поля полеглится, хорошо с полем лицей справляется. Потери минимальные. То есть комбайн достаточно хороший. С ним легче справиться. Даже те же регулировки на потери тут же еще делаются с кабиной. То есть механизатор не надо ни крутить, ничего. Все делает автоматика. То есть уже это плюс к тому, что это сделано надежнее, более правильно. По словам специалистов, приставка «Супер» появилась еще и по той причине, что за гораздо меньшую цену заказчик может получить машину, которая не уступает зарубежным аналогам. Налицо те же опции и возможности качественно убирать урожай, а стоимость ниже примерно в 2,5 раза. Комбайн хороший, комфортный и удобный в управлении. Сел и поехал, потому что не первый, как говорится, разве не первый день зарублен комбайна. Работаю я в хозяйстве с 93-го года. Начинали, естественно, на комбайне СК-5, Нива, еще такие раньше были. Потом уже пошел Дон-1500, потом пошли наши отечественные. КЗС-10, потом GS-12 и вот GS-20124. С такими показателями, с такими характеристиками комбайна, конечно, возможно ставить тысячные рекорды. Приобретение сельхозпредприятием такого комбайна пока открытый вопрос. Супермашина останется работать на полях Туровщины до конца жатвы. Кроме Гомельщины, КЗС-21-24 отправится на испытания в Минскую и Могилевскую области. Евгения Кухаронок, Анастасия Кучинская, Валерий Копанько. Новости недели. Уборочная кампания уже определила и первых лидеров жатвы. Комбайнеров и водителей, которые намолотили и перевезли свыше тысячи тонн зерна нового урожая. Достижения на счету хозяйств Реческого района. Агрокомбината «Холмич» и филиала «Советская Белоруссия» Реческого комбината хлебопродуктов. Поздравляем тысячников и представляем вашему вниманию обзор других важных событий недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гомеле на торжественном собрании подвели итоги работы областного управления МЧС. За последние пять лет удалось снизить количество пожаров и, как следствие, фактов гибели на них людей. Подразделения оснащены самой современной техникой, позволяющей оперативно реагировать и ликвидировать возгорания как в жилом секторе, так и в экосистемах. Одно из недавних приобретений – новые автоцистерны, в которых можно перевозить большое количество огнетушащих веществ и не зависеть от водоисточников. В ближайшее время начнется закупка пожарных автолестниц в районное подразделение, где их не хватает. Делегация учащихся японских колледжей приехала в Гомель. Молодые люди – жители районов, пострадавших от катастрофы на Фукусима-1. Сейчас они получают аграрные специальности. Многие разработали собственные проекты по восстановлению малой родины. В Гомеле они встретились с представителями научной общественности нашего региона. Встреча прошла в ГГУ имени Франциска Скорины. Здесь будущие аграрии презентовали свои бизнес-проекты и получили советы от белорусских ученых. Иностранные гости встретились в Гомеле и с представителями областного управления ЖКХ и по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Разговор шел о современном состоянии пострадавших районов Беларуси. Память без границ. Седьмой международный слет ветеранов боевых действий, миротворческих операций и военной службы прошел в Гомеле. Однополчане, сослуживцы и просто друзья из Беларуси, Украины, России, Молдовы, Эстонии, Литвы и других стран традиционно собираются в Гомеле. Они не только вспоминают о годах совместной службы, но и обсуждают настоящее. Делятся опытом работы своих ветеранских организаций. Открылся слет возложением цветов и митингом у памятника воинам-интернационалистам. Далее участников ждали два насыщенных дня на базе отдыха под Гомелем. В программе спортивные соревнования, выступления клубов исторической реконструкции, концерты, экскурсии и новые встречи. Гейм-дизайнеры, логисты, экономисты электронного бизнеса. Вступительная кампания в Гомельской области близится к финалу. В приемных комиссиях больше нет наплыва абитуриентов и уже можно подводить основные результаты. Наш корреспондент Марина Джалая пообщалась с представителями всех вузов Гомеля. А журналисты Мозырского телевидения поинтересовались итогами вступительной гонки в педагогическом университете имени Шамякина. Все подробности в следующем сюжете. Первым пунктом в нашем длинном маршруте стал Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. И здесь, кстати, в приемной комиссии было больше всего абитуриентов. В этом году юноши и девушки особенно активно выбирали специальность экономика электронного бизнеса. В Беларуси таких специалистов готовят всего в трех вузах. Подать документы в Гомельский университет можно до 4 августа, а 6-го пройдет зачисление. Всего первокурсниками вуза станут 620 человек. Пока же есть свободные места по специальности маркетинг, товароведение, менеджмент, мировая экономика и другим. Интерес абитуриентов настолько различен, что его не предугадаешь. Так, например, в прошлом году свободные места были на товароведение, а на сегодняшний день у нас конкурс на эту специальность. Конкурс у нас также на маркетинг, логистику, товароведение и торговое предпринимательство. Результативно проходит вступительная кампания и у соседей напротив. В Гомельском государственном техническом университете имени Павла Сухова. Здесь тройку лидеров по уровню проходного балла занимает специальность информационной системы и технологии в игровой индустрии. Он составляет 312 баллов. На каждое место претендовали примерно по 5 человек. На втором месте специальность информационной системы и технологии в проектировании и производстве. Проходной балл 289. Конкурс почти 4 человека на место. Замыкает трио информатикой технологии производства с проходным баллом 269 единиц и конкурсом почти 3 человека на место. Особенностью нынешней вступительной кампании является то, что у абитуриентов пользовались популярностью такие специальности энергетического факультета, как электроэнергетические системы и сети. Проходной балл в этом году 251. Ну и конкурс 1,5 человека на место. Продолжаем прием на платные места. В частности, на такие специальности популярные, как разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений и экономика и управление на предприятии. Белгут – единственный транспортный вуз Беларуси, имеет республиканское значение. Поэтому неудивительно, что в нынешнем году около 40% поступающих не только из других белорусских областей, но и из соседних регионов Российской Федерации. Всего учиться в вузе будет почти тысяча первокурсников. Самым высоким проходной балл был на таможенное дело, наименьшим – на специальность неразрушающий контроль и техническая диагностика на железнодорожном транспорте. Активная часть приемной кампании в вузе будет продолжаться до 4 августа, но предварительные итоги уже можно озвучить. Главное это то, по мнению представителей приемной комиссии, что в этом году поступать сюда приняли решение на 10% абитуриентов больше, чем в прошлом году. Конкурс на дневную бюджетную форму получения высшего образования в 2018 году сложился на уровне 1,3 человека на место, по отдельным специальностям свыше трех человек на место. Наиболее востребованными специальностями традиционно являются железнодорожные специальности, а также такие специальности, как транспортная логистика, бухгаловский учет анализа аудит, таможенное дело, управление движением и информационными технологиями на железнодорожном транспорте. Не менее интересны для абитуриентов специальности строительного профиля, такие как архитектура, строительство автомобильных дорог и аэродромов, а также промышленное и гражданское строительство. Об активности абитуриентов говорят и в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины. Конкурс на бюджет составил более двух человек на место, только в дневной форме обучения почти 1050 против примерно 550 открытых мест. А в целом документы в ВУЗ подали более 2000 человек. Максимальный конкурс был на правоведение – 10 человек на место. По некоторым специальностям превысил 3 человека на место. Это группа специальности экономического факультета и специальность физическая культура. Общие баллы абитуриентов повысились, и на некоторые специальности, у нас таких 5 уже в этом году, где минимальный проходной балл свыше 300 баллов. Это специальности иностранный язык, это специальности экономического профиля. Та же самая правоведение установила рекорд – 341 балл. Ну и, конечно, специальности IT-профиля пользуются особым спросом. Там на программное обеспечение информационных технологий – 321, полупроходной балл. В общем-то, конкурс очень серьезный. Также мы заглянули в приемную комиссию Международного университета МИЦО. Самой популярной уже много лет остается специальность правоведения. Это связано в том числе и с серьезной материально-технической базой ВУЗа, а также с тесным сотрудничеством со Следственным комитетом и другими правоохранительными органами. Специальность логистика в этом году у нас набор достаточно интересный. Что касается абитуриентов Республики Беларусь, на сегодняшний день пока он идет достаточно слабо, но очень много разослано приглашений в страны не только СНГ. Она достаточно востребована. На сегодняшний день в ней заинтересованы и на уровне Республики Беларусь. Здесь подписано положение о развитии логистических центров, поэтому я думаю, что в последующие годы конкурс на нее будет еще больше, чем на специальность правоведения. А наши мозырские коллеги побывали в Государственном педагогическом университете имени Ивана Шамякина. В среднем конкурсе составил чуть более полутора человек на место. Самые высокие на специальности физическая культура, спецподготовка – три человека на место. По-прежнему востребованной у абитуриентов была специальность дошкольное начальное образование. Далее идут иностранные языки и биология. Проходные баллы по отношению к 2017 году повысились на многие специальности университета. На отдельные специальности они выросли более чем на 20 баллов. К таким специальностям можно отнести социальную работу, социально-педагогическая деятельность, биология и химия, обслуживающий труд изобразительного искусства. Наибольший проходной балл составил 275 баллов на специальность иностранные языки, английский, немецкий. А вот на две специальности физико-инженерного факультета в Мозырском педуниверситете – недобор. Вакантные бюджетные места на дневном отделении. Это специальность физика-информатика с квалификацией преподаватель и профессиональное обучение строительства с квалификацией педагог-инженер. Дополнительный набор начнется завтра и продлится до 1 августа. Марина Джалая, Валерий Гопанько, Новости недели. До начала нового учебного года остается чуть больше месяца. А это значит, что пора отправляться за покупками. В Гомельской области уже начали свою работу школьные ярмарки и уголки школьников в объектах торговли. Анна Корольчук выясняла, в какую сумму обойдется собрать ученика к школе. Школьные ярмарки начали свою работу, а это значит, что пора отправляться за покупками. И сегодня у меня есть помощник – Глеб. 1 сентября он идет в 7 класс, и мы идем собираться. В Гомеле торговые ряды с товарами для школы развернулись на пересечении улиц Катунина и Крестьянской в районе Центрального рынка. Время работы с 9 до 16 часов. Выходной – понедельник. Здесь предлагают как импортные товары, так и продукцию отечественного производства. По посчетам специалистов Главного управления торговли и услуг Гомельского облсполкома, стоимость оптимального набора письменных и канцелярских принадлежностей составляет от 25 до 60 рублей. Для Глеба мы приобрели дневник, тонкие общие тетради, обложки для них и для учебников, наборы фломастеров, красок, карандашей, альбом, цветные бумагу и картон, пенал, ножницы и линейку. Мне надо еще ластики и ручки. В зависимости от того, что по размерам, есть ластики поменьше, есть ластики побольше. А также у нас есть ластики для черчения, то есть люди, которые чертят, там нужен специальный ластик. У вас будет черчение, да? Да. Сколько стоит для черчения размеров? 50 копеек. Мы купили все необходимые товары для ученика средней школы за 40 рублей. Продавцы говорят, это золотая середина, цена зависит от качества продукции. Следующий пункт в списке покупок – это рюкзак. Какие вообще рюкзаки тебе нравятся? Ну, средний, чтоб не маленький, небольшой. При выборе стоит обращать внимание на жесткую ортопедическую спинку и широкие бретельки. Для младших школьников рюкзак должен весить не более 700 граммов, для старших – не более килограмма. Шлейки регулируются, ортопедию сейчас не ложную, она не просто прострочка сделана, а набивка идет. И, конечно, в этих, где уже больше объем, ортопедия идет более плотная. Оно еще здесь, что хорошо, получается, вентиляция воздуха, спина не потеет. И покрытие, вот типа софт-пластик, это ТБС, вот оно такое, не скользящее, гигроскопичное. Все, остальное регулируется, все только по дизайну. Для будущего семиклассника мы искали не бюджетный вариант, а красивый, практичный и удобный рюкзак. Выгодное предложение нашли за 35 рублей. Однако, как государственные торговые организации, так и индивидуальные предприниматели часто предлагают скидки. Самая дорогая покупка для родителей – это школьная форма. На ярмарке предлагают костюмы китайского, турецкого и российского производства. В универмагах в основном белорусская продукция. Здравствуйте, здравствуйте. Помогите, пожалуйста, нам собраться в школу. А у вас какое предпочтение? Мне нужен комплект и две рубашки. Две рубашки, две рубашки какого цвета тебе надо? Бордового. Комплект из пиджака, брюк, двух рубашек и ботинок обошелся нам в 220 рублей, что близко к максимальной стоимости, которую приводит Главное управление торговли и услуг – от 85 до 254 рублей за комплект делового стиля. К этому добавляем спортивные костюмы «Кеды» – 40 и 20 рублей соответственно. У нас широкий выбор изделий. Производство белорусских фабрик – это гарантированное качество, это отличные ткани и очень большое количество новых разнообразных моделей. Но есть у нас, конечно, и импортируемые изделия, производство Российской Федерации, Украины, даже есть Турция. Так что на любой вкус и кошелек. Одевайтесь, отправляйте в школу. Я думаю, что вы найдете у нас все необходимое. Если сложить общую стоимость комплектов из одежды и обуви для школы и спорта, ранец и констовары для мальчика среднего школьного возраста, мы получаем сумму в 355 рублей. При этом мы выбирали то, что нравилось самому школьнику и ориентировались на хорошее качество. Ну что, Глеб, что скажешь? Я готов к школе. Я думаю, да. Выгодные варианты можно также поискать в интернет-магазинах или на ярмарках выходного дня, которые начнут работу с 4 августа и будут проходить каждую субботу и воскресенье на площади Восстания в Гомеле. Анна Корольчук, Игорь Морищенко, Новости недели. Новости недели продолжают цикл сюжетов, посвященных обладателям премии Гомельского облсполкома «Человек года». Специальная награда ежегодно вручается семи жителям нашей области, которые добились успехов в трудовой и общественной деятельности. Сегодня рассказ о директоре открытого акционерного общества «Мозырьский домостроительный комбинат» Александре Соболеве. Он одержал победу в номинации «Лидер». Тему продолжит Светлана Князева. Существует такой принцип, да, это принцип, не я придумал, это принцип древних ревнений. Требуя невозможного, получишь максимум, требуя максимум, получишь минимум, требуя минимум, ничего не получишь. Поэтому вся команда, она работает по этому принципу. Благодаря команде единомышленников, понимающих друг друга с полуслова, «Мозырьский ДСК сегодня» — это одно из первых предприятий в Беларуси, которое своевременно и без остановки производственного процесса осуществило комплексную программу модернизации и техническое переоснащение своего производства. Сегодня предприятие загружено на 100%. Его продукция востребована не только в Беларуси, но и за рубежом. Одноэтажные дома с мансардным этажом, таунхаузы, многоэтажки, вплоть до 19-этажной застройки. Дома под ключ. Все это под силу Мозорскому домостроительному комбинату. Мы перешли на двухшаговые панели, о чем раньше стеновая панель была 3,60, то сегодня 7,20. То есть тем самым сократили сроки строительства, увеличили выручку, увеличили заработную плату, сэкономили электроэнергию, уменьшили количество швов. За годы руководства Александра Соболева Мозорский ДСК трижды заносился на областную доску почета и дважды на республиканскую. Сам Александр Александрович имеет нагрудный знак «Гоноровый будалник» и почетный знак «Строительная слава». Последний вручили в 2017 году в Москве. 1 августа исполнится 35 лет, как Александр Соболев занимается строительством. В его трудовой книжке всего две записи. Первое место работы – трест «Мозорь-Сельстрой», где он прошел все ступени карьерного роста – от мастера до главного инженера. С 1991 года Александр Соболев на протяжении 15 лет работал главным инженером уже на Мозорском ДСК, а последние 11 лет он занимает должность директора предприятия. Кстати говоря, свой первый дом Александр Соболев построил еще в студенчестве. Это было жилье для преподавателей Брестского инженерного института, где он и учился. Людям, которым мы строим жилье, основная задача, чтобы они забывали, кто его построил. Они только радоваться должны тому, что купили или построили за кредиты, для того, чтобы встречались и улыбали другу, и говорили спасибо. Видеофильм о директоре Мозорского домостроительного комбината Александре Соболеве смотрите на «Беларусь-4» в пятницу 3 августа, 19.45. Светлана Князева, Сергей Лукашук. Новости недели. А теперь к новостям культуры. В Могилевской области на следующих выходных пройдет праздник средневековой культуры «Рыцарский фест-2018». В честь нашего региона Мстиславли будут защищать представители клубов исторической реконструкции «Фалькон», «Тера» и «Старая вежа». В программе средневековые турниры и театрализованные представления. Рыцари будут штурмовать замок, защищать прекрасных дам и упражняться в военном деле. Какие культурные события в ближайшее время пройдут в Гомельской области и чем порадовала уходящая неделя жителей и гостей нашего региона, расскажет культурный обозреватель Евгения Кухаронок. Картина галереи Гавриила Харитоновича Ващенко в год «Малая Родина» решил познакомить гомельчан и гостей города с произведениями искусства из собственных фондов. Масштаб проекта эпоха Ващенко настолько велик, что под него отвели абсолютно все залы галереи. Работы художников, которые входили в круг общения Гавриила Ващенко, а также представители других, но не менее интересных школ и направлений, призваны составить общее впечатление о тенденциях белорусского изобразительного искусства конца XX – начала XXI века. Авторы представленных работ – Виктор Корольчук, Александр Гришкевич, Роберт Ландарский, Валерий Слаук, Александр Последович и другие. У каждого своя манера, письма, свой почерк. Такое собрание картин в одном месте – настоящий подарок для ценителей белорусского изобразительного искусства. Гомельский драмтеатр сегодня завершает 79-й сезон спектаклем «Любовь без тормозов». Комедию по пьесе белорусского драматурга Николая Рудковского зрителю представил режиссер Андрей Шедловский. На сцене разворачивается любовный треугольник, участниками которого становятся замужняя молодая женщина и двое мужчин. Один из них – муж, второй станет героем ее жизни после автокатастрофы. Условно постановку можно назвать кинофильмом в театре. Персонажи одновременно вовлечены в сюжетные перипетии и на сцене, и на экране. Чем порадует следующая неделя, узнаем прямо сейчас. Выставка о живописи Иосифа Милейшей «Мир вокруг нас» готовится к открытию во дворце Румянцевых и Паскевичей. Работа художника – редкий случай синтеза живописи и чеканки. Большинство произведений выполнено в стиле соцреализм, но незадолго до внезапной кончины. Иосиф Иванович написал ряд картин в новой экспрессионистской манере «Анита из стали» – лебединой песней художника. Программа трансграничного сотрудничества Польши-Беларусь-Украина отмечает 15-летие. К дате будет привлечен концерт классической музыки «Мелодии при граничье» с участием симфонического оркестра города Гомеля. Праздник пройдет на летней площадке Дворцово-Паркового ансамбля 4 августа. Вход свободен. С самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Павел Антонов. Обзор подготовлен специально для программы новости недели. На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания.